Обещанного три года ждут. Пляж, что в поселке Гэсу центральный, городские власти еще к лету прошлого года обещали превратить в санкционированный. Там даже начали обустраивать его, но чуда не случилось. Статус дикого пляжа с него не сняли, а к этому дню и от былых признаков благоустройства следов не осталось. Скорее наоборот, место уже начало походить на свалку. Подробности у моей коллеги Кристины Маматовой. В наши края прошли жаркие деньки, многих челнинцев уже потянуло к реке. Для многих жителей старой частью города излюбленным местом отдыха является пляж в устье Меликеске. Однако пришедших сегодня сюда гостей увиденное неприятно удивило. Это как бы наше лицо, лицо города. Здесь проезжаешь по мосту, видишь этот пляж. По-любому любой захочется сюда подъехать, посмотреть, искупаться там, не знаю. А сюда заезжаешь, вон там куча урн, там мусора. Просто спускаешься, посмотреть какая тут природа и идешь, смотришь под ноги, чтобы не наступить на мусор на бутылке. В этом году первый раз мы сюда приехали, посмотреть. Скоро же купальный сезон, как-никак все равно купаться будем. Ну да, тут, конечно, грязненько. Нужно сделать тут нормальный пляж. Как бы куда, где еще человек может купаться? С той стороны, что ли? Там те же коряги и так далее. Лучше пусть будет здесь санкционированный пляж нормальный. Прибрежная территория завалена мусором. Даже винт от корабля повстречался на берегу. Как оказалось, на этом побережье и в округе нет ни одного мусорного контейнера или урны. Еще в феврале этого года на территории пляжа началась работа по его благоустройству. Чтобы расширить зону отдыха, решили спилить дикорастущие кустарники. Однако до сих пор по всему пляжу валяются сухие ветки. До открытия купального сезона около трех недель. Но ничего не говорит о том, что здесь скоро будет пляж. Тем более санкционированный. Чтобы он тут появился, сотрудники МЧС написали в администрацию города уже не одно письмо. Пусть все они рекомендательного характера, но доводы в них резонны. Каждый год на этом месту массовый выход людей на отдых сюда. Люди приезжают, отдыхают, загорают. Каждый год кто-то погибает. Дети с моста прыгают. Там есть коряжники, есть арматура торчит. А сомнительное состояние дна реки и полуразрушенные остатки старого моста на Леваторную гору снова могут стать объектами криминальной хроники и печальной статистики. И не совсем понятно, что еще может заставить власти полумиллионного города наконец открыть второй общедоступный пляж. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.